Открытый микрофон. Это подкаст на канале Ордена Ёжиков в тумане, где в непримужденной обстановке встречаются замечательные артисты, музыканты и просто творческие люди. Здесь они рассказывают историю своего пути, рассуждают на тему вдохновения и искусства, открывают слушателям мир за кулисье, в котором зажигаются звезды. Сегодня у нас встреча с известным в 80-е и 90-е популярным исполнителем и создателем группы «Бархатный сезон» Толей Ильины. Оставайтесь с нами, услышите и узнаете много интересного. Поехали! Группа «Бархатный сезон» и Толей Ильин в хит-топ-шоу 50 на 50! Группа «Бархатный сезон» и Толей Ильин в хит-топ-шоу 50 на 50! Группа «Бархатный сезон» и Толей Ильин в хит-топ-шоу 50 на 50! Группа «Бархатный сезон» и Толей Ильин в хит-топ-шоу 50 на 50! Группа «Бархатный сезон» и Толей Ильин в хит-топ-шоу 50 на 50! Я имею в виду то, что весь Советский Союз от окраин и до центра Москвы знал тебя как звездного популярного вокалиста и создателя группы «Бархатный сезон». Мы все знали тебя как Толя Ильин и вдруг Святослав! Здравствуйте! Псевдоним Толей Ильин, группа «Бархатный сезон» и настоящее мое имя Святослав Бах! Ах, вот оно что! Значит, псевдоним Толей Ильин остался в прошлом! И теперь твои поклонники, конечно же, знают тебя как Святослав Бах! Это же замечательно! Как говорится, новое имя, новая жизнь, новая судьба! Итак, Святослав Бах! Или коротко, Свят, или еще короче, С.Р. Бах! Замечательно! Святослав, а о чем ты сейчас думаешь, что бы ты хотел сказать нам, твоим поклонникам, почитателям твоего таланта и тем, кто слушает твои песни сейчас? Хочу поблагодарить всех вас, мои друзья, за добрые комментарии. Лично хочу поблагодарить Орден Ёжиков. Низкий вам поклон от всех нас, поклонников музыки. Орден Ёжиков. В своей жизни я писал музыку, пел для души. Песен и музыки много для ног, для рук. А вот для души, для сердца очень мало песен. Хотелось бы пожелать всем музыкантам, артистам, чтобы побольше пели песен для души. Вы знаете, так хочется вам сказать спасибо. Благодаря вам, Орден Ёжиков, люди могут слушать то, что когда-то они слушали, когда росли, были на дискотеках. Тогда еще в 90-е годы мы, как говорится, прикалывались, радовались, от души пели то, что хотели. Скажи, пожалуйста, что на твой взгляд важно для творческого человека, ну скажем, музыканта, исполнителя, композитора или просто артиста? Знаете, не самое главное, чтобы артист стал популярным, известным, богатым, или чтобы его на каждой улице каждая кошка, каждая собака узнавала. Нет, не самое главное в этом. Я к этому не стремился. Ты произнес сейчас замечательные слова, но, насколько я знаю, тебя как раз-таки узнавали. Ты выступал на самых известных, знаменитых концертных площадках Советского Союза. Ну, например, принимал участие в шоу-программе «50 на 50». Но что самое приятное, ты остался человеком, у которого есть душа, любовь к жизни, к людям. Это, знаешь, дорогого стоит. Скажи, у тебя была мечта, особенное желание? Почему ты стал музыкантом? Я с детства хотел спеть для людей песню «Мама». Я ее написал, спел, и вот это, наверное, самое святое для меня. Песня называется «Письмо в небеса моей любимой маме». Маму я потерял при родах, когда родился, маму верла. Вот, при родах. И оставил им ни одного. Святослав, давай песню «Письмо на небеса моей любимой маме» мы послушаем прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Заставлял плакать! Плакать очищаться! Субтитры Алексею Дубровскому! Я простой музыкант! Субтитры Алексея! Дубровскому! Дубровскому! Субтитры Алексея! Спасибо тебе за интересную! за беседу! за воспоминания! за те годы, я надеюсь, я надеюсь, из студии, из студии Ордена Искры! Вспыхнут Вспыхнут в этот вечер! Искры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Искры Алексею Дубровскому! И до новых встреч. До новых встреч в подкасте «Открытый микрофон». Пока.